Это Понятная Политика. Здравствуйте. В первых числах по традиции фейк-контроль, антология событий и самых громких высказываний минувшего месяца. Освежим в памяти новости, которые нас как минимум удивили. Как всегда, факты, выводы делать вам. Начнем с нашего западного соседа. Польша продолжает бряцать оружием, нагнетать ситуацию в регионе и агрессивно поглядывать на соседей. Тратить на ВПК здесь планируют больше, в том числе за счет расширения армии. Близнец-коррупционер Ярослав Качинский заявил, что Варшаву увеличит вооруженные силы до 400 тысяч человек. Дескать, это реакция на действия Кремля. На самом деле появился просто удобный повод и все немного иначе. Программа модернизации польской армии, по-моему, оценочная на 43 миллиарда долларов, она была принята еще до крымских событий в 2014 году, до переворота в Украине. Тем более до нынешней спецоперации России в Украине. То есть говорить о том, что эта программа модернизации вооруженных сил Польши каким-то образом стала реакцией, как они говорят, на российскую агрессию, в кавычках, не приходится. Мечты Дуды о речи Посполитой 2.0 никуда не делись. Тут вам и странный саммит Триморья, куда помимо Прибалтики позвали Украину. И регулярное заявление премьера Польши о том, что Беларусь готова войти в демократическое сообщество ЕС. Того самого премьера, который нагло врал о невмешательстве во внутренние дела Беларуси. А сразу после выборов 2020 года встречался с экстремистом Путило, вручал ключи от усадьбы беглой марионетки, пытался отправить гуманитарку якобы голодающим на заводах и поливал грязью белорусское руководство. В общем, опытный провокатор и лицемер. Испытывать на прочность Беларусь продолжает польская колония и при помощи своей метрополии. На саммите НАТО в Мадриде страны договорились увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек. Более того, американцы направляют 300 офицеров в польскую Познань, где создадут военный штаб армии США. Президент Польши Анджей Дуда в среду приветствовал обязательство США разместить военный штаб 5-й армии в стране как осуществление давней мечты, которая укрепит безопасность Польши, посылая четкий сигнал о сдерживании России. «Это новость, которую мы долго ждали», — сказал Анджей Дуда на пресс-конференции. «Это факт, который значительно укрепляет нашу безопасность в той сложной ситуации, в которой мы находимся». Сразу вспоминается, как Дуда восхищался прошлым президентом США Дональдом Трампом и даже предлагал создать в Польше военную базу «Форт Трамп». Варшава готова обнимать любого, кто поможет поднять свой авторитет среди единой Европы и подмять территории близких соседей. Беларусь продолжает отстаивать принципы добрососедства, мира и взаимопонимания. Поэтому наша страна ввела безвиз для Литвы и Латвии. А с 1 июля пересекать границу безвизы смогли и польские граждане. К слову, с 15 апреля страну посетило почти 90 тысяч прибалтов. При Дональде Трампе они обещали даже платить 2 миллиарда долларов на создание «Форта Трампа». На территории Польши создается система противоракетной обороны «Эджи Сашор», которая может не только перехватывать ракеты средней дальности, но и размещать в своих пусковых стаканах термоглавки, крылатые ракеты большой дальности. Ну и так далее. Польша ведет себя вызывающе, задиристое и так далее. Пытаясь свою польскую комплекс неполноценности компенсировать тем, что она угрожает России, прятаясь за спину американцев. А вот всю подноготную самой Варшавы раскрыл местный блогер Марчин Миколаек. Он сбежал в Беларусь и попросил политического убежища. Его пример лучше многих слов. В соцсетях критиковал польские власти и поддержал спецоперацию. За гражданскую позицию получил уголовное дело. Грозит до пяти лет. В своем интервью он сформулирует четко – свободы слова там точно нет. А если честно говорить о проблемах Европы, обязательно жди репрессий. Послушайте сами. Если ты скажешь, что ты за Россию, у тебя, еще раз повторяю, будут большие проблемы. Ты будешь человеком не второго, а даже третьего сорта. То есть, ну, просто у тебя будут большие проблемы. Я же говорю, у меня была фотография, где я просто прицепил себе ленточку в цвета российского фрага. Сейчас я получаю уголовное дело. После такой оплеухи местная пропаганда долго собиралась с мыслями. Отмыться, как всегда, поручили карманным экстремистам Белсата. Там не нашли ничего лучше, нежели усомниться. А почему блогер так хорошо говорит по-русски? Увидев это, сам Николай грустно пошутит. Но если только эта проблема, то, видимо, других проблем в Польше действительно нет. Думаю, что это доказательство на это, что, конечно, есть, к сожалению, у нас проблема со свободой слова. И, ну, это, конечно, тогда, если говорим по взглядах на восток. Значит, если у тебя другие взгляды на наши отношения с восточными странами, чем в государстве, есть проблема и, ну, угроза для тебя. Между тем, Запад все больше делит мир на своих и чужих. На том же саммите НАТО в Мадриде организация приняла новую стратегическую концепцию. В ней Россия названа главной угрозой глобальной безопасности. И победить Россию нужно только на поле боя. Это уже добавил перцу бельгийский премьер. Вот только не все так просто. А теперь плохие новости. 300 тысяч солдат на бумаге по-настоящему мощная армия. Но Запад жестоко расплачивается за беспечность последних десятилетий, когда он считал, что у него никогда не появятся военные конкуренты. Запад также платит за то, что в качестве суррогата подсунул своим военным экзотическую войну с терроризмом, что привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды. Более того, Запад постепенно понимает, что ему уже почти нечего отправлять на Украину. Пугающий пример – Бундесвер, армия 80-миллионной Германии, которой, как высказался ее глава генерал Альфонс Майс, в принципе, больше нечего предложить для поддержки НАТО. Но положение других армий тоже мало чем отличается. Как написало немецкое издание Вельд, НАТОвские боевые группы, которые недавно отправились в Прибалтику и Венгрию, уже довели членов НАТО, за исключением США, до пределов их возможностей. Но спокойнее вряд ли будет. И понятно, что союзному государству реагировать нужно. Правда, любые договоренности Москвы и Минска тут же вызывают истеричную реакцию западных СМИ с фейками и откровенной подменой понятий. Хочу еще раз подчеркнуть, ведь этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась сразу же после того, как поляки, наверное, вы не обратили внимания, в последний раз обратились к американцам и попросили привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал, ну мы, а мы почему? Почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я вправе сегодня попросить и потребовать президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал. Глядя на поведение НАТО и его руководство, вопрос об адекватности и состоянии здоровья напрашивается сразу. Равно как и параллели с поведением главного человека в организации, Джо Байдена. Вот он падает на велосипеде. А вот перед прессой засвечивают в буквальном смысле инструкцию, как себя вести. Когда-то в камеру уже попадал список нужных вопросов с ответами для брифинга журналистами. Джо Байден пытался поговорить с журналистами и случайно засветил листок с детальной последовательностью действий, которые прописали в президентской подсказке. Например, ты заходишь в зал Рузвельт и здороваешься с участниками. Ты занимаешь свое место. Ты благодаришь участников. И ты уходишь. Такие пометки в целом нормальное дело. Но для Байдена они кажутся слишком подробные. Ведь сонный Джо забывает имена, должности, местоположение, не замечает людей, не говоря уже про нюансы протокольного этикета. Впрочем, сам Джо еще в 2013-м объяснил, что с ним не так. У меня ведь были две аневризмы коронарных артерий. И врачам пришлось буквально вскрыть мне голову. Взяли пилу и отпилили верхушку. А потом залезли внутрь и нашли те артерии. Одна уже дала течь. Агрессию в отношении Беларуси долгие годы ведет не только Польша, о чем говорили вначале, но и Киев. Годами готовили боевиков и целые батальоны для нападения. Об этом откровенно теперь говорят польские экстремисты. Украина настойчиво пытается втянуть Беларусь в вооруженный конфликт. Несколько дронов с гранатами в конце мая пересекли границу. Благо, наши ПВО их сбили без проблем. Тогда Киев зашел с другой стороны. Арестовал активы белорусского предприятия на 130 миллионов долларов. Здесь даже обидеться сложно, когда Зеленский, командир армии Залужный, вырызутся между собой за место под американским солнцем. Раздор случился из-за тактики на Восточном фронте. Однако при этом на Банковой пытаются переложить вину за эту зраду на военное командование. Хотя на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. На протяжении последних недель главком ВСУ Валерий Залужный убеждал Владимира Зеленского в необходимости отводить войска на новые рубежи, оставив Северодонецк и Лисичанск. Таким образом, генералы пытались спасти украинскую группировку от разгрома, который теперь стал совершенно очевиден. А Зеленский и его окружение этому противились из-за политических соображений. Украина и правда проиграла это направление. Смириться с медийной тишиной Владимир Зеленский не смог. Слишком сладок статус героя первых полос на Западе. Повод подоспел быстро. Совершенно случайно в день саммита G7 горит торговый центр в Кременчуге. Киев, разумеется, громко обвиняет Россию. И все обложки тех самых западных СМИ соревнуются в заголовках. Однако ситуация вокруг ТЦ получила неожиданный поворот. Сначала установили, что администрация получила приказ не закрывать магазин даже во время воздушной тревоги. Позже, что прямо за торговым центром, ВСУ расположили склад с оружием и боеприпасами. Куда на самом деле пришелся ракетный удар. Эксперты рассматривают подрыв, как попытку подставить Россию ради картинки для западных лидеров. Ведь именно в тот же день проходил саммит G7. Значит так, Кременчуг бомбанули. В торговый центр попала ракета с Россией. Ля-7-3, 7 тысяча человек. 25 умерло. 18 не найдено. И тут самое интересное. У меня вопрос к Малецкому. Вы мне скажите, вы когда сзади торгового центра на Кредмаше устраивали склад с оружием и боеприпасами, вы кременчужан предупредили о том, что у них теперь в центре города стратегический объект? В рубрике «Признание месяца» тоже Украина и Петр Порошенко. Экс-президент рассказал, что выполнять Минские соглашения никто и не собирался. А все 8 лет нужны были, чтобы тянуть время и нарастить военную мощь. Ну и бомбить Донбасс, видимо, под общее молчание Запада. Я вам хочу сказать, что чем завершились переговоры в Минске. Мы добились реализации того, чего мы хотели. И наша задача была ветерминоватой отсрочить войну. Выбить себе 8 лет для того, чтобы мы и восстановили экономический рост, и восстановили мощь, не восстановили, а построили мощь вооруженных сил. Это была первая задача, и она была достигнута. Знали мы и то, что в ЕС категорически не хотят слышать правду. И вот уже Киев пишет в Брюссель письмо с требованием не называть азовцев нацистами в европейских СМИ. Интересно, а как их тогда называть? А та же Рига и другие страны запрещают трансляцию белорусских и российских телеканалов, зачищая любое альтернативное мнение. В бан попали такие каналы, как «Беларусь-24» и «Мир-24». И еще десятки российских телеканалов. Зато выдали лицензию телеканалу «Дождь», который давно сидел на западных грантах. Подтвердили свою цифровую диктатуру Google и Apple. Они запретили просмотр белорусского телеграм-канала «Желтые сливы». Видимо, сливы настолько стали поперек горла западным куратором, что его удаляли несколько раз и даже под разными названиями. И еще немного про их нравы. Журналист из Германии Алина Липх рассказала, что ее собираются приговорить к трем годам лишения свободы. Она независимый корреспондент, который делает, видимо, неправильные репортажи с Донбасса. Я уже слышала несколько ужасных историй от других журналистов, которые написали пророссийские или критиковали какие-то, не знаю, коронавиры. Меры против коронавируса были много. Им закрыли, как и мне, банковский счет, угрожали семью. Были случаи, где посадили людей просто без причины, некоторое время в тюрьму или в психушку. Немецкая демократия разрешает озвучивать только выгодную властям информацию. А неугодные СМИ закрывают без зазрения совести. Вот мнение немецкого блогера. В Германии практически все СМИ придерживаются и продвигают мнение украинской стороны. Все, о чем говорят украинские власти и президент Зеленский, СМИ воспроизводят в чистом виде. То, что думают в России, вы вряд ли услышите в немецких новостях. Заткнуть рот другому – самое простое и самый яркий пример собственной слабости. О высоких стандартах демократии и американской журналистики рассказал Майкл Малфорд, корреспондент крупнейшей сети CBS. Без комментариев. В конце концов, деньги берут верх. Деньги превыше морали. Вот как оно есть. Одна из причин, по которой я хочу уйти из новостей, заключается в том, что они уже не так беспристрастны, как раньше. Как будто выбирают сторону или склоняются в одну сторону. Сеть проверяет факты, используя свои же старые репортажи. Такой дешевый способ сделать это. Так что я просто набираю в Google все, что угодно, а затем CBS в конце. И если есть статья CBS об этом, то я такой – о, отлично, проверено. Пробило дно в этом месяце еще одно экстремистское издание. Запускать фейки, кривое зеркало любят давно, и мы сбили со счета. На этот раз из Польши они увидели избиение и насилие в ТЛЦ «Брузги», где белорусы, наоборот, помогали беженцам, которых эта самая Польша оставляла замерзать на морозе и щедро поливала водой и газом. Избиение и голод – через что проходили беженцы в «Брузгах». В белорусском временном лагере люди сталкивались с избиениями, бесчеловечным отношением и даже сексуальным насилием. Белорусские пограничники держали людей вне склада, в подвалах, котельных и близлежащих армейских объектах. По словам беженки, не менее двух силовиков изнасиловали женщину на глазах у дочери. Откровенная дичь по принципу «лишь бы отработать повестку» без единого факта. Зато предельно гуманно с беженцами поступили в Испании. При попытке перейти границу из Марокко в королевство погибли по разным данным – до 50 человек. Белоруссия такое сразу бы наградили веером, санкцией и всеобщей обструкцией. Но для своих другие стандарты морали, даже если сотни раненых просто лежат под забором. Но остатки разума иногда все же проскакивают. Жаль, что не часто. Так в Украине уволили омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. Она врала каждый день, что русские насилуют детей и подростков. Позже оказалось, что публичные заявления были сделаны ради эмоций. И фактов, разумеется, нет. Ничего не напоминает про август 20-го. Врать, не мешки таскать. Украина постоянно врет. Украина, Арестович, советник президента Украины, даже сказал публично на камеру, что если Украина перестанет врать, то все рухнет. Поэтому, да, все знают, что она врет. Но западная пропаганда использует это вранье в своих целях. Но с этим ничего не поделаешься. Это будет продолжаться до тех пор, пока вся Украина не лишится вот этого бендеровского руководства, пока Украина не будет денацифицирована. По схожему маршруту отправилась журналистка USA Today Габриэла Миранда. Женщина написала 23 статьи про Украину. Но яркие заголовки и трогательные сюжеты оказались банальной выдумкой. Источники оскандалившейся журналистке, как выясняется, были такими же надуманными, как и ее сенсационные истории, что лишний раз подтверждает, отдельные западные медиа не гнушаются использовать скандалы, интриги и ложные расследования для демонстрации образа России и нагнетания страха среди зарубежных читателей и зрителей. При этом в ход идет набор всех запрещенных журналисткой этикой приемов, от откровенной клеветы до инсайдов и источников, которые, что называется, высосаны из пальца. Американские СМИ и политики уже давно занимаются мошенничеством, равно как и наши беглые активисты. То, что врали, то, что намеренно будоражили общество, теперь все больше в модных нынче стримах и ютуб-посиделках. Об этом говорят осознанно и вполне открыто сторонники перемен. Эппрессий, как таковых массовых, с убийствами, с пытками, их и даже не было. То есть единичные случаи, которые были, я уже сейчас знаю, что были, с определенными людьми поступали жестко, но в основном те, кто пытался рассказать, что мы тут в протесте, мы такая оппозиция, нас тут избивают. Я сейчас про публичных некоторых. Ну, я-то знала, что это врань. Все знают. Расплодилось фейков и вокруг форума регионов Белоруссии и России, чего только горе политологи не писали. Вхождение в состав России, ввод белорусской армии в Украину. Ну, истории одна другой краши. И то ли аудиторию хотят нарастить, то ли писать больше нечего. Иначе как объяснить весь этот бред? Гран-при по абсурдам к следующему творению. Путин готовит вариант. Во время визита в Республику Беларусь взять с собой в гости к Лукашенко Януковича. И прямо там, в Республике Беларусь, в Беловежской пуще, во-первых, объявить Януковича легитимным президентом Украины и передать ему власть над оккупированными территориями Украины, провозгласив их освобожденными. А во-вторых, подписать предварительное соглашение о союзном государстве трех славянских народов. Даже жалко, что Путин и Лукашенко в Гродно выступили только по видео. Но для таких писателей, наверное, и это повод выдать еще одну порцию чепухи. А вот для общества снова хороший сигнал, что читать, смотреть и слушать нужны те СМИ, которые несут перед вами ответственность. Они сочиняют сказки под анонимными масками. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова